Я сейчас буквально накануне. Вы уже знаете Мирослава, которая высшее образование специально заканчивала. Умница, молодец. И она меня шокировала тем, что буквально несколько минут назад я прочитал ее свежее письмо, а там написано что длинный перечень и подай ей семена хлопа, антоновки и еще. Кстати вот перед вами Антоновка. Сейчас я не подумайте чего гайморит сохнет гортань постоянно. Так вот Мирослава, случилось однажды мне прочитать Мичурина. Он описал этот случай, когда, а у меня антоновка уже привитая. Вот это кстати антоновка 400 граммовая. Вот и когда он вырастил, взял семена из антоновки, подчеркиваю антоновки, вырастил деревья, они оказались дикими. Тогда он скромно посмотрел вниз. А привита была она дикий. И по его мнению, именно вот этот дикарь, на который привитый, испортил Антоновку так, что она перестала быть вообще антоновкой. Вот этот случай написал. И я не то, что из-за этого, я просто, знаете как, вот есть летние шикарные яблоки. Вот откуда взялась, например, 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 Аленушка. Наверное, она была с крупного вкусного яблока, семечка взята, типа Квинти или типа Мелбы. Вот. А потом, пусть закрепились эти качества, она стала меньше в 2-3 раза. Может быть вкус, а может и не потеряла вкус, она очень вкусная. Но, у нее был еще супруг. Этот супруг, скорее всего, был более не такой нежный. Он был, скорее всего, более вынужден. Возможно, она тоже была красная. Она сохранила ярко-красную окраску. Супруг делал им меньше. Добавил морозостойкости. И теперь мы имеем прекрасную полуконтурку. Вот. Но, еще раз говорю, скорее всего, это было летнее сладчайшее яблоки. Я с удовольствием семена Смелбы, семена Сквинти, посылаю. Ну, я высылал бы и других. Ну, в общем, у меня получалось так. Где-то год неправильный, где-то враг слабый. Вот. Где-то приходилось угощать кучу людей. И я не могу даже семена собрать. А вот зимних полно, но им еще месяц-два надо висеть до самых морозов. А иначе они не созреют. Раз. Потом надо долго. Они же еще как бы не совсем созревшие. Даже в октябре, в ноябре. Нет, не так. Даже в октябре они будут не совсем созревшие. Им надо еще положить. И вспоминайте, я продавал семена Антоновки, Северного Сенапа, Пипина Шафранова. Начиная где-то с ноября. Все по-честному. Я ждал, когда они созреют. Готовы ждать? А, Мирослава. А я бы на вашем месте просто не заказывал бы семена зимних ям. Только прививки. Вот хотите иметь 400 граммовые антоновки? Вы думаете, семена получите что-то такое? Я не вижу, что будет крайний случай, как у Мичурина. Чистый дичок. Нет. Детское поколение, они закрепляют все эти свойства. Это мой вклад в мировую науку. Это скромно говорю. Настроение ментора открытое. Это и есть мой вклад в мировую науку. Качество не потеряют. Я имею ввиду привитые. Будем прививать. Вот это моя реакция на ваше письмо. У меня к вам просьба. Исходя из этого, переделать заказ. Вот такой вот груши. Грушами получилось так. Боднер культурной груши вырастил до плодоношения. Долго ждал, когда 8 лет, когда 10 лет. Вот это минус еще один огромный. Долго ждать. Я бы не груши. Но он дождал подношения. У него не получились сладкие. Но тут есть опять одно но. Но про эти но я уже столько раз говорил. Я просто вас предостерегаю. Хотите иметь вкусные плоды из семян. Только самые сладкие груши, самые сладкие яблони. А вот это вот, что у меня в руке, сладким еще не назовешь. Только к весне оно потеряет кислоту и станет чисто сладким. И все равно Смелбай с розмарином, с медовым по вкусу не сравняется. Но у него другое качество есть у дикарей. Ой, у дикарей. Это я попробую. Не у дикарей, а у морозостойких зимних сортов. Если великолепное качество, лёжкость. Хотите есть летом, ой, зимой, весной? И чуть ли не насыщий урожай. Пожалуйста, храните его именно вот такие вот. Вот. Я надеюсь, Мерслава вы долго поняли. И от Меркель я даже не дочитал ваше письмо. Времени не было. Добавил субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok